Здравствуйте, дорогие читатели! От лица издательства «Пешком в историю» я вас приветствую и хочу рассказать вам сегодня про наши главные книжки. Все вы знаете, что издательство «Пешком в историю» специализируется на познавательной литературе. Мы делаем разные книжки по естественным наукам, по гуманитарным наукам, по истории, по математике, по биологии, по палеонтологии, почему только нет. Но все-таки самые главные наши книжки, лицо нашего издательства, это наши энциклопедии из серии «Мы живем в...». Но вообще, надо сказать, что эти книжки не существуют отдельно. Мы всегда выбираем эпоху, ну, например, «Каменный век». Это наша была первая книжка, самая, уже выдержала много-много изданий. Мы берем эпоху и делаем по ней сразу несколько книг. Это энциклопедия, как я говорила, мы живем в... в данном случае мы живем в «Каменном веке». Мы делаем сказку, такую художественную историю в историческом контексте, которая рассказывает о приключениях, но о приключениях вот в определенную эпоху, в данном случае в «Каменном веке». И мы берем такую вот книжку, делаем такую книжку игровую со всякими головоломками, заданиями, находилками, дорисовками и так далее, которая будет интересна читателям, которым, может быть, не очень нравится читать длинные тексты, не очень нравится читать энциклопедии, но хочется поиграть, порисовать и при этом погрузиться в эпоху. Это наша задумка, еще мы иногда делаем игры, это наша задумка, чтобы привлечь разных читателей к своим книгам. Но все-таки самыми главными книгами в этих исторических сериях являются наши энциклопедии. Наши энциклопедии, вот вы их видите, у меня еще целая стопка. Мы живем в, перед вами, мы живем в Древнем Риме, и наша новинка, мы живем в Древней Греции, а еще у нас есть Древний Китай, Древний Египет, Россия в эпоху Петра I, Россия в 1812 году, в эпоху Отечественной войны, Россия в Средние века, Россия, мы живем в Древнем Новгороде, в общем, разные-разные эпохи. Чем же так хороши наши энциклопедии? Почему мы считаем их своим лицом, лицом издательства? Потому что они рассказывают детям не только про политические события, не только про войны, про правление царей или императоров, не только про то, как возникали империи или рушились империи. Они рассказывают о повседневной жизни каждого из нас, если бы мы жили в ту или иную эпоху, о повседневной жизни ребенка, о повседневной жизни родителей. Например, как бы ты одевался, если бы ты жил в Древней Греции? Или где бы ты учился, если бы ты жил в Древнем Риме? Или что бы ты ел на обед, если бы ты жил в Каменном Веке? Или, например, где бы ты жил, как бы выглядел твой дом, если бы ты жил в России в 19-м веке? Ну, в эпоху войны 1812 года. И многое-многое другое. Я, наверное, не буду даже пытаться рассказывать про каждую из энциклопедий, потому что это был бы очень-очень долгий рассказ и подробный. Но я расскажу про две эпохи, про которые и так дети много чего знают, потому что проходят их в школе. Но при этом эти книги помогут, наши книги помогут взглянуть на эти эпохи с другого ракурса, под более интересным углом. Это «Мы живем в Древнем Риме» и «Мы живем в Древней Греции». Энциклопедию «Мы живем в Древнем Риме» написал замечательный автор, лауреат премии «Просветитель» Виктор Соньхин. У него есть и взрослая книжка про Древний Рим. Написал он ее прекрасно, очень живо. И проиллюстрировала ее замечательная художница Екатерина Гаврилова. Такие вот голубоватые, такие итальянские, голубовато-охристые тона рисунков. Но, конечно, здесь есть не только рисунки Кати Гавриловой, но еще и разные артефакты. Этим тоже очень славится наша энциклопедия, что в них разные типы иллюстраций. Здесь вы увидите и монеты, и мозаики, и какие-то репродукции разных эпох. И все это подписано. И изображение брельефов, масок, ну, разных-разных картинок, которые могут вам проиллюстрировать жизнь Древнего Рима. Вот я открыла на главе, который будет интересен любому юному читателю. «Дети есть дети», который рассказывает о том, в какие игры играли маленькие римляне. Вот вы видите лошадки, и волчки, и куклы. Но есть еще и более удивительные игры, которые, может быть, мы сейчас, нам они не знакомы, мы их не знаем, но о них очень интересно прочитать. Вот такая вот энциклопедия. Она, конечно же, рассказывает и об всяких политических событиях. Вот, видите, глава «Когда пойдет Рим, пойдет и весь мир». Это про крушение Рима. Здесь и про императорский Рим, и про царский Рим, и про республиканский Рим. Про разные-разные периоды римского государства, древнего римского государства. И наша новинка, книга, которую написал Андрей Дубровский, и проиллюстрировала Виктория Стеблева. Она называется «Мы живем в древней Креции». Вот у нее такие выразительные форзицы. И дальше она тоже очень выразительная. В ней много карт, много тоже разного плана иллюстраций. А построена она точно по такому же принципу. Как бы ты жил, и как бы жили твои родители, если бы вы родились и жили в древней Креции. Но помимо этого, здесь есть тоже и про язык, и про политическое устройство, про разные-разные аспекты жизни древних греков. Кому будут полезны наши энциклопедии? Ну, буквально всем. Всем, кто учит историю в школе. Кому кажется, она не очень интересной, кто хочет ее оживить для себя. Или, наоборот, тем, кто интересуется историей, хочет узнать побольше всяких подробностей и деталей. Это будет интересно и детям, и взрослым. Это поистине книга для семейного чтения. Ее можно открывать совершенно любого места, с любой главы и читать. Они представляют собой такие, с одной стороны, это рассказ последовательный, конечно, от древних времен до менее древних времен. Но, с другой стороны, можно читать совершенно с любого места, потому что каждая глава – это такое целое, которое можно воспринимать совершенно в отрыве от других глав. Поэтому я очень рекомендую всем школьникам, дошкольникам, родителям, всем, кому интересна история, знакомиться поближе с нашими книгами. Мы живем в Древней Греции или в Древней Новгороде, неважно где. Всюду вам будет интересно, всюду вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое. До новых встреч.